Строительство газопровода до столицы завершилось. Ветка дошла до границ Нурсултана. Сегодня в торжественной обстановке объект принимали у подрядчиков. Свои памятные автографы оставили главы САМРУ Казына, Банка развития Казахстана, Аким, столицы и другие. Отметим, что завершено пока только строительство. Переход на газовое отопление жители будут ждать еще год. Аким Нурсултан Алтай-Кульгинов заверил, что это последняя зима, когда граждане будут отапливать дома углем. Но опять же, не во всех пригородных районах. Стопроцентно голубое топливо будет доступно столичным жителям только в 2022 году. Первый этап состоит из следующих работ. Это подведение газопровода к ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Там будет Агресс-1, Агресс-2. 13,5 километров до ТЭЦ-1 и столько же до ТЭЦ-2. Эти работы уже начаты. Подрядчик приступил к работе в начале осени этого года. Дальше параллельно мы начали подведение трубы, подводящей внутри поселковых, к населенным пунктам, где частный сектор Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок. За подключение ничего попить не надо. Мы поставим счетчик. К этому счетчику там будут выходы, кто пользуется в домашних счетчиках. У него будет выход. Там будет специально такая гаечка, которая там пломбируется. Вот до этого места мы доведем до дома. Остальное внутреннее разводку по дому. Это уже каждый собственник будет делать сам. Объем потребления в Нур-Султане прогнозируется на уровне 1 миллиарда кубометров в год. Что касается цен на голубое топливо, то ко дню завершения строительства их еще не установили. Однозначно, газ будет дороже, чем уголь, но не в разы, как обещают в Акимате. Кроме столицы, газораспределительную сеть предстоит довести до городов Кокшитау и Караганда.